Регионы четыре очень важных города. Запорожье, Херсон, Днепропетровск, Харьков. У нас есть возможность поговорить с нашими корреспондентами, которые там сейчас находятся, и узнать, ну а что думают люди, которые там живут. Запорожье. Запорожье, какова у вас ситуация? Добрый вечер, Дмитрий. Общая обстановка в Херсоне спокойная. Город настроен очень даже патриотично. Здесь повсюду сине-желтая символика. Каждый вечер в центре города собирается местный Майдан. Люди просто общаются и обсуждают проблемы города. Больше всего Херсон затревожит то, что в области сейчас нет ни губернатора, ни начальника милиции. Вот что говорят. Такое впечатление складывается, что кому-то вегетно дестабилизировать ситуацию. С правоохранными органами была очень хорошая координация. На этот момент это порушено. И очень непросто держать ситуацию. Я считаю, что на радиообороны области было свернение до президента, что скорее решить кадровое вопрос, что это призначение головы. В то же время в городе пресекаются любые сепаратистские движения. Так, вчера майдановцы разогнали митинг, на который якобы собрались пророссийские настроенные граждане города. Но, как потом выяснилось, на этот митинг людей специально привезли откруто из восточных регионов. Вокруг города на блокпостах сейчас усилили контроль. Военные вместе с самообороной и милицией проверяют въезжающий транспорт. И такие проверки уже дали результат. В 60 километрах от Херсона задержали машину из Донецка. В ней ехало двое мужчин, вооруженные автоматами. Этим делом сразу же занялись спецслужбы. Ну, а в остальном город живет обычной жизнью, и здесь все спокойно. Спасибо. Но на самом деле это был Кирилл Ющишин из Херсона. Сегодня сложный день, в том числе и для наших технических служб, потому что очень много корреспондентов одновременно находится на связи. Кирилл, спасибо за твой рассказ. Ну, и вот сейчас, в эти минуты, все-таки появилась связь с Запорожьем. Елена Брынза там готова рассказать о ситуации в городе. И, в принципе, есть важная тема для того, чтобы поговорить с Запорожьем. ДНР заявляет, что уже захвачены два населенных пункта именно в этой области, Осипенко и Червоное поле. Ну, прямо сейчас узнаем, правда ли это. Насколько мне удалось выяснить, из источников облгосадминистрации, ни в Осипенко, ни в Червоном поле, это Бердянский район, никаких ДНРовцев нет. Очевидно, что террористы подобными сообщениями пытаются посеять панику средь местного населения. А вот в самом Запорожье противники антитеррористической операции накануне анонсировали в соцсетях проведение своего митинга на бульваре Шевченко. Но на место, где планировалась эта провокационная акция, часом ранее собралось больше трех сотен сторонников единой Украины с национальной символикой. В итоге протестовать против АТО явилось несколько человек, которых активисты самообороны прогнали с бульвара под выкрики «Гоньба». В остальном же в Запорожье спокойная ситуация. Город живет привычной, размеренной жизнью. А для того, чтобы и дальше избегать подобных провокаций, запорожские правоохранители тщательно проверяют документы у всех приезжих. В бдительности милиции лично убедились и мы, пройдя проверку на установление личности. Продолжаем. И на прямой связи со студией далее наш корреспондент в Харькове Станислав Кухарчук. Что у вас происходит? Как харьковчане реагируют на ситуацию? Стас. Добрый вечер, студия. Буквально несколько часов назад здесь пророссийский митинг в городе пытались провести местные коммунисты в поддержку так называемой «Новороссии». Тут собрались до полусотни пенсионеров. И вот когда они узнали, что здесь работает наша съемочная группа, то честно кинулись с кулаками. Но, к счастью, от разбушевавшейся толпы нас спасли милиционеры. Но вот в потасовке пострадал мой оператор Саша Яновский. Палкой ему повредили руку. Дальше прошу без комментариев. Слышишь ты, скажете. Иди, вот и на калам. Бл***ь. Бл***ь. Иди, вот и на калам. А потом ключи, что вас бьют, да? Вас убивают. Почему вы без этого снимаете? Буквально через дорогу от коммунистов свой митинг проводят активисты местного Евромайдана. Людей здесь в разы больше, да и ведут они себя не агрессивно. Каждое воскресенье они не собираются здесь, на площади свободы, для того, чтобы собрать деньги для армии, пообщаться с бойцами АТО и услышать последние новости с фронтов. И, кстати, о них. Сегодня ночью в пограничном пункте Гоптовка, это буквально в 40 километрах от Харькова, состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Российской стороне вернули 9 десантников, а вот в Украину назад вернули 63 бойца Национальной гвардии. Они попали в плен 27 августа на границе с Ростовской областью. Важно также отметить, что операцию держали в строжайшей секретности, и ее детали никому не разглашали. Но вот сегодня в обед СНБО подтвердило факт обмена. Это значит, что наши ребята вернулись на родину. Студия.